Сэрджи Италия Политика долька бара в кризис Фебюри 02-2015 Девять часов кризис уже сильно ударил по ресторанному бизнесу За последние три месяца в Москве закрылось почти полсотни ресторанов Оставшиеся всячески ищут выход из положения и хватаются за любые возможности удержаться на плаву Возможностей этих немного Все они, так или иначе, связаны с сокращением издержек Экономить можно либо на порциях, уменьшая их, не снижая стоимости, либо на качестве продуктов Я сразу отверг оба этих варианта, это не наш путь Уверен, лучше потерять в прибыли, чем утратить доверие клиента Прибыль рано или поздно вернется, чего не скажешь о репутации Но есть и хорошие предпосылки Человек, который разочаровался в своем любимом месте, однажды придет к нам и, возможно, Станет постоянным гостем вдоль кабара По сути, кризис в ресторанном бизнесе Это возможность увеличить аудиторию и занять еще более устойчивое положение на рынке В связи с этим мы решили не снижать темп и не впадать в анабиоз Напротив, мы предлагаем новые блюда, регулярно обновляем меню и чутко реагируем на пожелания клиента Ресторан – это не просто место, куда человек приходит поесть Это атмосфера заведения, внимание персонала и стабильность в качестве Если неожиданности, то только приятные и уместные Если изменения, то только те, которых от нас ждут Подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении Мнение гостей и преданность постоянных клиентов Многие наши посетители ждут в очереди, пока мы сможем посадить их во время бизнес-ланча А вечером заказывают столики заранее В рейтинге 3П2 и Зора Долька Бар занимает 36 места среди 10372 ресторанов Москвы На странице ресторана масса приятных отзывов и высоких оценок Вот пара цитат Больше под катом Превосходный ресторан посещал на днях Долька Бар второй раз Все отменно, придраться практически ни к чему Запарковаться в выходные не было проблем Прямо перед самим кафе, в будние дни, наверное, будет проблематично Интерьер превосходный, рассчитанный на путешественников и фотографов Официанты вежливые, внимательные Блюда очень вкусные, а мясо в пепле ароматных трав и вовсе что-то сногсшибательное Нежнейшее, сочное, ароматное, очень рекомендую Последний раз мясо такого качества я ел, наверное, в швейцарском ресторане, имеющем 3 звезды от Мишлен Одно из любимых заведений Москвы Люблю это место Отчасти потому, что давно читаю Сергея и вижу, что он требователен к качеству Однажды привела сюда коллег и иностранцев Они были поражены, каждый найдя в меню свое любимое пиво, причем из разных стран Обожаю это место Мы с молодым человеком приходим сюда отмечать все наши приятные события Во-первых, здесь в отличие от многих московских мест, добросовестно вкусно готовят Нам очень нравится кухня этого бара Во-вторых, не так давно его сделали некурящим, поэтому посещать это место стало вдвойне приятно Атмосфера уютная, очень доброжелательный персонал, рекомендую всем любителям путешествий посвящается Заведение притягивает, словно магнит, любители путешествий, и блюда очень-очень вкусные, прекрасно оформленные Видно, что созданы с любовью для настоящих ценителей, видавших виды Для меня очень важно получать обратную связь И я хотел бы попросить вас написать пару слов, если вы остались довольны Если, не дай бог, что-то не понравилось, вы можете обратиться ко мне напрямую и написать на личную почту С каждым случаем я буду разбираться отдельно А сейчас хочу представить некоторые обновленные позиции меню Полное иллюстрированное меню по ссылке И поделиться хорошими отзывами о нашей работе Ну, и несколько картинок для разжигания аппетита Мясо в пепле ароматных трав 990 рублей Мясо в пепле пришло в меню Доль Кабара после поездки в Болонию на занятия кулинарной школы Итальянский шеф-повар на глазах у изумленных русичей жег прованские травы, собранные перед этим на приусадебном участке ресторана Потом набывал мясо в этом пепле и при помощи хитрых технологий создал кулинарный шедевр, вкусный и яркий Красный томатный, белый сырный и зеленый травяной соусы дополняют результат изумительными оттенками вкуса Мы решили непременно воспроизвести его вдоль Кабаре, с внесением небольших корректив, ввиду отсутствия огорода у ресторана в центре Москвы Хренбургер на чайбате с печеной свеклой, перцем, соусом, виски барбекю и мини-картофелем 690 рублей Идея хренбургера родилась после поездки в Новую Зеландию Местный бургер со свеклой пользуется бешеной популярностью, и я поставил задачу шеф-повару сделать нечто подобное Подумав, мы решили сделать его с уклоном в русскую тему Добавили в мясной фарш тертый хрен, слоями уложили листья салата, печеный перец, печеную с морской солью свеклу, соленый огурец и красный лук Подается хренбургер с картофелем, соусом, виски и барбекю Не совсем русская тема, но сочетание очень удачное, и домашняя хреновуха в запотевшем шоте Сверху украшен кольцами лука Получилось вкусно, сытно, нестандартно и, что немаловажно в кризис, недорого В очередной раз получил большое удовольствие и рекомендую попробовать десерт горячий брауни с мороженым Очень понравится любителям шоколада Любителям морепродуктов рекомендую теплый салат с гребешками Уголок интеллигентности и креатива Долькобар Долькобар Отличное место для свидания или встречи с друзьями, деловой встречи или даже обеда в одиночестве Место не из дешевых, но когда тебе приносят пиво в фирменном бокале, о, это оправдывает наценку за него В Долькобаре к традициям трапезы относятся очень трепетно Блюдо выглядит потрясающе, не сомневаюсь, что из хороших продуктов Обязательно к посещению всем путешественникам Прежде всего поражает безупречная кухня Брускетта оказалась лучше, чем во многих ресторанах Италии Очень приятная атмосфера Отличное обслуживание Ресторан с собственной атмосферой своим лицом Отличная винная карта Цены предельно демократичные www.tripadvizor.ru Фишбургер из судака 770 рублей При создании фишбургера мы стремились максимально освободить рыбный бургер от лишнего хлеба Вместо него мы добавили овощей, дополнив блюдо кебабом из гребешка и тигровых креветок Оригинальным акцентом стал соус из икры тубика Лучший официант в мире В этот ресторан ехал специально и не разочаровался Был там в обеденное время и он был полностью занят Как мне кажется ресторану нужно еще дополнительное помещение, чтобы все желающие туда попали По интерьеру на 5 с плюсом Все в тематике про путешествия, удобные стулья, столы Официанты, Сергей, тебе респект, лучше я не видел никогда Очень внимательная и вежливая Грязная тарелка у меня больше 15 секунд на столе не стояла По меню все рассказали, показали, пошли навстречу так сказать по желаниям Вкусно очень вкусная еда за разумные для центра Москвы деньги Было вкусно все от горячего до десертов Интересная подача блюд Единственный минус Заведение пока не очень приспособлено для семей с маленькими детьми Пеленального столика в туалете нет Но Сергей обещал подумать, что можно с этим сделать Очень ждем и надеемся, чтобы ходить вдоль кабар чаще сейчас А не ждать пока дети вырастут Интеллектуальный бар, где можно хорошо поесть Приятное тематическое место для общения друзей Дружественная атмосфера Вкусная европейская кухня Недешево и качественно Со вкусом Неплохая семга Оригинальный интерьер Неплохие фотки В часы пик Может не хватить мест, так как попали за столик не с первого раза Рыбные пельмени с чернилами каракатицы и красной икрой 590 рублей Рыбные пельмени с чернилами каракатицы выступают как блюдо пан-азиатской кухни Начинка пельменей Судак с элементами азиатских соусов у наги и устричной Остальные продукты европейского происхождения Это и чернила каракатицы, входящие в состав теста И сливки с обжаренным серебристым луком Рыбные пельмени подаются с русской икрой лососа и рубленой руколой из Израиля Очень вкусно и уютно Обязательно из блюд, представленных в меню Стоит попробовать биф строганов Вдоль кабаре он безумно вкусный Приятная атмосфера Интересный интерьер, который не надоедает Официанты дружелюбные и приветливые всегда Не приходится очень долго ждать заказ Тем, кто путешествует по Москве Стоит заглянуть в это чудесное место Очень достойно Скажу сразу То, что делает Сергей мне нравится И фото, и подача себя Присутствовал на его встрече с блогерами в Тель-Авиве в 2010 году И ресторан О нем, собственно, и отзыв Брали суп госпачо, луковый суп, утку и только бургер На фото, кажется название верное Все очень достойного качества И главное вкусно Обслужили быстро, вежливо Цена адекватна блюдам Интересное дизайнерское решение Обклеить двери туалетов инструкциями из самолетов Очень хороший стейк Шли в ресторан Почитав отзывы о стейке и скажу, что стейк был хорош Наверное, один из лучших, что я ел Рекомендую всем Твинбургер из баранины 650 рублей Твинбургер из баранины Один из старожилов нашего меню Он создан в честь сестер сундуковых Которые разрабатывали дизайн доль кабара Две круглые котлетки из баранины Оформляются сливочным сыром после обжарки на гриле И доготавливаются в духовке Затем повар собирает два одинаковых бургера Гарнирует овощами гриль Приправленными соусом песта Ставит домашнюю аджику И украшает легкими листьями салата Чудеса Вроде ничего особенного Зашли случайно субботним вечером Посидели на веранде Вкусно поели-попили Поболтали и разошлись А вспоминаю всю неделю и хочу вернуться Вкусная еда по разумным ценам Очень приветливый дружелюбный персонал Приятная музыка Интересный интерьер Где хочется все не спеша рассмотреть И прочитать каждую надпись на потолке Точка-точка-точка Вот так меня зацепило Дружелюбно Одно из немногих мест в Москве Где хозяин заведения практически ежедневно общается с гостями Весело и вкусно По-европейских уютно Отлично Одно из любимых заведений в Москве Несмотря на отдаленность от дома И не соглашусь с комментарием о том Что специально сюда не стоит ездить Очень даже надо ехать Интересная кухня Нестандартные блюда Все очень вкусно Особенно, конечно, фирменный дольбургер Интересная коктейльная карта Интерьер на 5+, видно, что все детали продумывались и делались с любовью Ну и, конечно, стоит отметить частое присутствие владельца и гостеприимства Нечасто в Москве тебя будет встречать и провожать до столика хозяин заведения Не забудьте вы несколько слов после посещения Долька Бара Подписаться на обновление этого блога Я в других социальных сетях Рисунок 8 Рисунок 9 Рисунок 10 Рисунок 11 Рисунок 12 Долька Бар Рисунок 10 Рисунок 10 Рисунок 11 Продолжение следует... Продолжение следует...